Цистерна с 20 тоннами обогащенной йодом и селеном воды прибыла на территорию Свято-Троицкого кафедрального собора ранним субботним утром. Почти мгновенно ее окружили люди. Говорят, что вода, взятая из любого источника в крещение, обладает удивительными свойствами. Вот только если добыта она со смиренным терпением и со светлыми помыслами. Если только мы эту святыню приемлем и сохраняем и потребляем с любовью и верой, а ежели мы любыми соображениями движены, не дружелюбны, не братолюбивы, жестоки, суетливы, то святыня от нас отъемлется. Поэтому, чтобы совершить всеобщую молитву и порадоваться событию, большинство ангарчан приняли участие в праздничном богослужении. И крестися от Иоанна в Иордане, и оби его сходя от воды, видя разводящаяся небеса, и дух, яко голубь, сходящ на нь. Крещение Господне именуется также богоявлением, потому что при этом событии миру явлены были все три лица Святой Троицы. Бог Сын крестился в Иордане, Бог Отец свидетельствовал о нем голосом «С небес ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и Бог Дух Святой сошел с небес на Христа в виде голубя». Своим крещением Иисус даровал миру новую силу обновления и очищения. Еще раз вас сердечно с праздником поздравляю. Желаю от Господа укрепления сил душевных и телесных, умножения любви и радости. Аминь. Слава тебе Боже, слава тебе Боже, слава тебе Боже. После таинства освящения цистерны сотни горожан устремились к крану, чтобы набрать Святую Адиасму. Так называется крещенская вода. Чтобы попоить своих внуков, себя, умыться. И с благодарностью относимся к небесам за вот этот священный подарок. Вообще говорят, что лечат различные болезни. Но вообще для молитвы и умывания ребенка. Свойства те же. Химический состав тот же. Единственная Божья благодать. Вот и все. Спасает от болезней. Всем надо эту водичку пить. По окончании службы некоторые прихожане совершили омановение в реке Китой. Надеясь, что освященная ледяная вода избавит верующих от всех болезней и хворей. Ольга Дерибера, Владимир Сливанов, Местное время.